Добрый день, вы смотрите Экономикс, и мы начинаем новый цикл передач, посвященных внутренней обстановке в Соединенных Штатах Америки. Последние события во внутренней политике, напряженная обстановка в стране с законом о ношении оружия в свете недавних трагических событий, в целом достаточно сильное противоречие внутри американского общества темы не то что актуального характера, об актуальности вопросов как раз таки и нет. Они более сложные и глубокие, что требует детального обсуждения, чего мы сегодня и постараемся достичь и установить причины столь противоречивых тенденций в Соединенных Штатах. С удовольствием представлю нашего гостя в студии Динар Хамитовна Галямова, доктор экономических наук, заведующий кафедрой территориальной экономики Института управления экономикой финансово-казанского федерального университета. Динар Хамитовна, добрый день. Добрый день. Вы уже были у нас в гостях в начале лета этого года, мы обсуждали с вами внешнюю политику США, тромпономику. Сейчас хотелось бы затронуть несколько важных внутренних вопросов. Вот очень много нареканий звучит примерно такого характера, я зачитаю. США читают нотации всему миру, хотя сами не могут разобраться мирным путем со своими внутренними проблемами. Или следующего характера происходит умышленное умалчивание внутренних проблем и скрытие их внешними угрозами и необходимости активной внешней политики. Вот давайте мы постараемся разобраться, что же происходит внутри этой страны. И начнем наш цикл передач с наиболее важной, актуальной и видимой темой. Это проблема ношения оружия. Право на ношение оружия – это право, которое защищается Конституцией США. И американцы владеют примерно половиной всего гражданского оружия в мире. А если говорить об объеме оружия на душу населения, то в США оружие больше, чем в любой другой стране мира. Согласно статистике, сейчас вы ее можете видеть на экране, в 2017 году смертельно пострадали от массовых трагических событий наибольшее количество граждан, начиная с 1982 года. Недавние события в церкви, в Лас-Вегасе, в Орландо унесли жизни около 100 человек. Несмотря только на данные цифры, лобби закона о ношении оружия очень сильно. Но вот первый вопрос – какова история возникновения подобного права, так сказать, каковы предпосылки и причины? Большое спасибо за вопрос. Ринат, вы действительно верно заметили, что это Конституция Соединенных Штатов, это вторая поправка Конституции США и, соответственно, одна из статей так называемого Билли о правах. Принята она была в далеком 1787 году, вступила в силу в 1791 году. Что она провозглашает? Она провозглашает право граждан на свободное хранение и ношение огнестрельного оружия. С какой целью она была принята? Считается, что с помощью этой поправки отцы-основатели попытались защитить демократический строй Соединенных Штатов на случай прихода к власти в будущем каких-то правителей, которые бы угрожали правам и свободным гражданам. То есть в этом случае они предоставляли населению право на восстание и уравнивали их шансы в борьбе. Таким образом, если, скажем, придет к власти какая-то диктатура, что-то угрожающее демократическому строю Соединенных Штатов, население имеет право создать народное ополчение, выступить и, соответственно, свергнуть этот режим. Есть еще одна точка зрения, которая заключается в том, что право на ношение оружия было необходимо жителям свободных штатов во время войны за независимость для того, чтобы защищаться от подданных короля Карла, которые приходили собирать налоги, якобы им причитающиеся. И, соответственно, жители, которые не считали себя подчиненными, подданными этого короля, имели право защищать свое имущество. Справедливости ради необходимо заметить, что история США не знает примеров, когда право на ношение оружия использовалось именно с этой целью. То есть мы не знаем примеров, когда власть в Соединенных Штатах свергалась с помощью народного ополчения, с помощью этого оружия, поскольку пришли недемократические правители. А вот в целом, если говорить о других странах и другом времени, есть ли какие-то в мире более ранние прецеденты по ношению оружия, либо это исключительно выдумка американских законодателей? Хороший вопрос. Конечно же, это не придумка американских законодателей. Такие вещи случались и ранее. Скажем, в Англии еще в XII веке король Генрих II обязал своих подданных носить оружие. С какой целью он это сделал? Дело в том, что в тот момент Англия не имела полиции, не имела регулярной армии, а вы знаете, что армия это достаточно дорогое удовольствие, которое несет большое, скажем так, бремя на бюджет. Поэтому, чтобы не тратиться на, соответственно, армию и полицию, король приказал подданным защищать себя с помощью этого оружия. Ну, то есть безопасность граждан была делом рук самих граждан. Кстати, полиция у них появилась только в 1829 году. До этого времени такого института не было. Со временем, с развитием каких-то государственных институтов обеспечения безопасности граждан, конечно, право на ношение в Великобритании стало ограничиваться. Сначала ограничили по доходу, то есть бедные граждане не имели права носить оружие, богатые имели право. Затем, собственно, это право было отменено. Право на ношение оружия ликвидировано. Соединенные же Штаты как имели это право, да, несмотря на наличие как армии, да, одной из сильнейших, так и полиции эффективны. Тем не менее, это право у них сохранилось и осталось. Мы начали выпуск с печальной статистики, которая не может не вызывать объективного и вполне логичного вопроса о запрете права на ношение оружия в США. В принципе, эта тема сейчас очень сильно активно обсуждается. Она всегда обсуждается, особенно после трагических событий в СМИ. Могли бы вы поделиться своим мнением касательно данного вопроса, почему закон еще продолжает иметь свою силу, какие стороны в целом вообще стоят за лобби данного закона? Дело в том, что есть общепринятая точка зрения, и она заключается в том, что для американцев закон является чем-то таким незыблемым постулатом, который не изменяется, не сокращается, ни в коей мере не должен претерпевать какие бы то ни было изменения. И иногда это даже доходит до каких-то курьезов. Мы знаем все эти примеры, какие-то законодательные акты отдельных штатов, которые сейчас кажутся смешными, но они, тем не менее, их не меняют. И, в общем-то, это предмет гордости американцев, что наша конституция незыблема, наши законы не меняются со временем. Это одна точка зрения. Я же считаю, что причина кроется чуть глубже. Дело в том, что в настоящий момент на руках у населения Соединенных Штатов находится примерно 270 миллионов единиц обестрельного оружия. Это приблизительно пропорции 89 единиц на 100 граждан. Это только легальное оружие. Если мы прибавим сюда еще и нелегальное оружие, получится, что у нас практически одна единица на одного человека, начиная от грудных младенцев, заканчивая стариками. Давайте попробуем посмотреть, сколько это стоит. Единица огнестрельного оружия, стоимость, ее колеблется от 400 долларов до приблизительно тысячи. Есть экземпляры за несколько тысяч долларов. Соответственно, если мы умножим это на население Соединенных Штатов, мы понимаем, что это достаточно выгодный, очень прибыльный бизнес. Плюс нужно еще учесть и доходы от экспорта производителя оружия. Дело в том, что Соединенные Штаты долгие годы лидируют на мировом рынке вооружения. Они поставляют 33% от мирового экспорта оружия. И, соответственно, эта цифра еще с каждым годом увеличивается. Таким образом, влиятельность производителя оружия основана на солидной прибыли, которую они, собственно, из своего бизнеса могут извлечь. Это позволяет им лоббировать свои интересы в каких-то политических кругах, в Сенате, в государственных институтах, принимающих решения. И, собственно, именно в Соединенных Штатах они считаются вполне уважаемыми предпринимателями, достойными всех благ. И, в общем-то, профессия торговца оружием не считается чем-то позорным или недостойным. Это, в общем-то, вполне легальный, хороший бизнес. В Соединенных Штатах нет каких-то позорных профессий. Это, своего рода, немного искаженная протестантская этика, которую завезли на континент первые пилигримы. Поговорим об этом чуть позже. Ну, то есть, в целом, в стране производители оружия считаются такими достойными гражданами, принимающими активное участие во всех сферах жизни. И, в общем-то, большинство населения к ним относится вполне нормально. Конечно, есть определенные радикальные деятели общественные. Скажем, есть такой известный журналист Майкл Мур, который получил в свое время в Каннах награду за свой фильм «Фаренгей 9.11» о событиях 11 сентября. И он, скажем, выступает очень активно против этого права на ношение оружия. Снимает очень такие серьезные документальные фильмы со статистикой, которую вы привели, с конкретными историями, ситуациями. Но к нему относятся, скажем так, к такому радикальному общественному деятелю, маргиналу, взгляды которого не разделяет большинство, а разделяет какая-то прогрессивная общественность. А вообще, если мы задаемся вопросом, когда это право будет отменено, мне бы хотелось привести такой пример. Несколько лет назад противники ношения оружия считали очень большим своим успехом то, что ему удалось добиться официального запрета на проношение оружия на детские праздники. Огнестрельное оружие теперь на утреннике приносить запрещено, и нам это кажется забавным, им это кажется большим успехом. Поэтому, если такими темпами они продвигают свои интересы, мы можем с уверенностью сказать, что вероятность отмены этой поправки, отмены этого права крайне низка, это выгодный бизнес, и никаких перспектив у противников ношения оружия, конечно же, нет. Ну, то есть, остается только надеяться на то, что более разумным и рациональным способом будут его использовать граждане США. Что ж, на этом мы завершим первую часть нашего диалога об Америке. Большое спасибо за информативные ответы. Мы продолжаем обсуждать тему внутренней политики и внутреннего состояния Соединенных Штатов Америки. И сейчас хотелось бы получить понимание причин и вообще состояния другого важного внутреннего вопроса, это вопрос о межрасовой ситуации. Недавно в штате Виргиния вспыхнули ожесточенные столкновения между сотнями ультраправых националистов, выступающих против решения властей снести памятник генералу армии конфедератов в годы гражданской войны Роберту Эдварту Ли и противниках их взгляда. Стоит отметить, что в принципе ультраправые настроения в Америке вполне легальны. Подобные события происходят во многих местах страны, и в основном это происходит там, где сегодня живет прогрессивное население, которое не желает далее ассоциироваться с расистским прошлых тех мест. Вопрос последует следующего характера. В США в стране равных возможностей, котле всех рас и национальности остра проблема расизма. Вот в чем основные причины, каков исторический аспект данного явления? Спасибо за вопрос. Что касается исторического аспекта, это 13-я поправка Конституции Соединенных Штатов, была принята в 1865 году Конгрессом США во время Гражданской войны. И она подразумевала отказ от принудительного труда и от рабства, то есть от продажи людей. Более того, приняли ее в 1865 году только 27 штатов, остальные штаты присоединялись в последующие 100 лет. Для сравнения, приблизительно в это же время в России в 1861 году, как вы хорошо все помните, было отменено крепостное право. И, кстати, когда анализируют наш момент отмены крепостного права, часто любят сравнивать отдельные общественные деятели с тем, что в 1863 году жители Лондона смогли воспользоваться услугами метрополитена, была запущена первая ветка метро. И в качестве вот этих цифр 1863-1861 год предлагается понять, какая у нас была, соответственно, отсталость нашего гражданского общества. Но не стоит забывать о том, что 1865 год — это начало отмены рабства в Соединенных Штатах. То есть такой небольшой вопрос. Россия переходила от феодального строя к капиталистическому строю, практически одновременно с отказом США, троповладельческого строя. Совершенно верно. Давайте попробуем обратиться к истории. Дело в том, что первоначально национальная идея Соединенных Штатов базировалась, как я уже сказала, на протестантской этике, завезенной первыми эмигрантами-пилигримами. Что предполагалось? Что ценится трудолюбие, интенсивный труд, грех зарывать талант в землю, необходимо очень интенсивно трудиться, получить какой-то хороший результат, и такой человек достоин уважения. Бездельник, соответственно, достоин порицания. Ну, параллельно еще как-то порицалось стремление к роскоши, к излишествам. Со временем я считаю, что эта идеология претерпела определенные изменения, и вот этот результат интенсивного труда стал оцениваться исключительно в количестве денег, которые человек может заработать. То есть так называемый ценник человека. То есть если ты зарабатываешь много, ты достойен уважения, причем неважно каким способом. Значит, ты нашел этот способ, ты интенсивно трудился, и, соответственно, если ты имеешь талант к чему-то криминальному, или то, что в обычном обществе порицается, но если ты успешен, то это вполне может позволить тебе быть уважаемым человеком. Посмотрите, как они уважают отдельных криминальных авторитетов, тех же, например, Аль Капона, Франк Костелло, Бонни и Клайд, у них национальные герои. Хотя, по сути, то, чем они занимались, в общем-то, это чистый криминал. Насилие, убийство, грабежи. Но, тем не менее, у них это получалось хорошо, и, соответственно, население вполне их уважало. Основываясь на таком подходе, мы понимаем, что профессия работорговца – это не что-то позорное, то, что было в старом свете, воспринималось как недостойное занятие для человека. Здесь работорговцы воспринимались людьми, предпринимателями рисковыми, которые на свой страх и риск закупают эту рабочую силу, проводят ее на континент, вернее, в Соединенные Штаты, и там реализуют, получают какие-то барыши, получают прибыли. То есть это вполне уважаемые нормальные предприниматели. И если они зарабатывают большие деньги, они вполне могут считаться достойными членами общества. Именно такой подход привел к тому, что ценник работорговца, скажем так, позволял им долгое время оставаться влиятельными, в том числе и в политических кругах, и никакого упорицания со стороны общества они не получали, так же, в общем-то, как и торговцы оружием. Это была такая же профессия, это только бизнес, их деньги не пахли, и поэтому, конечно же, так долго такая позорная страница, как работорговля, в истории Соединенных Штатов продержалась. Помимо торговли людьми, которая канула в лето, еще остро стоит вопрос о расовой дискриминации или сегрегации в американском обществе. Каковы исторические предпосылки данного явления? Хорошо, что вы разделяете эти два понятия. Действительно, есть работорговля, торговля непосредственно людьми, а есть сегрегации в обществе. Я считаю, это одна из позорных страниц в истории Соединенных Штатов, которая сегрегацией выражалась в запрете на совместное обучение людей разного цвета кожи, на совместный проезд в общественном транспорте, посещение магазинов, кинотеатров, общественных мест. И, в общем-то, эта тенденция у них продержалась дольше, рабство, она, в общем-то, в каких-то моментах и сохраняется до сих пор. Давайте попробуем обратиться к истории, понять об исторических предпосылках такого отношения к людям другого цвета кожи. Считается, что корабли рабовладельцев завезли на континент не только первых, соответственно, рабов на территории Соединенных Штатов, но и определенное количество представителей флоры и фауны, в том числе малярийных комаров. Такой, в общем-то, способ перемещения насекомых известен. В свое время Советский Союз мы столкнулись с таким понятием, как колорадские жуки, которые тоже были к нам завезены. Так вот, эти малярийные комары, которые привезли на территорию Соединенных Штатов, нашли себе, скажем так, территорию для размножения именно в более благоприятных климатических поясах. То есть там, где было сухо, солнечно, там этот вид насекомого не прижился. А вот в каких-то более таких болотистых, влажных местах, скажем, в Южной Каролине, они достаточно активно размножились и начались вспышки малярии. Но дело в том, что у самих афроамериканцев был к этому заболевание иммунитет, и они достаточно легко его переносили. Белое же население серьезно болело, погибало, и это привело к серьезному сокращению европейской расы именно на этих территориях. Соответственно, эти даже территории стали, ну, такими территориями компактного проживания афроамериканцев. На них им удалось, кстати, сохранить определенную свою культуру, традиции, музыку, кухню и так далее. Но, как вы понимаете, представители европейной расы были абсолютно не в восторге. У них появился определенный страх к каким-то контактам, прикосновениям, общению с представителями другой расы. И именно этот страх вызвал определенную брезгливость, которая легла в основу вот этой, собственно, сегрегации и притеснения людей именно по цвету кожи. Однако со временем можно утверждать, что малярии научились лечить, и появились средства профилактики достаточно сильные. То есть угрозы заражения от представителей другой расы исчезли. Почему же все-таки сегрегация осталась? Хороший вопрос. Я думаю, здесь стоит обратиться больше к человеческой природе. Дело в том, что нам свойственно сохранять определенные традиции, передавать их из поколений в поколение. И, в общем-то, в какой-то момент эта традиция может быть уже не актуальна, но поскольку первопричины забыты, человек по-прежнему считает, что нужно поступать тем или иным способом. Из этого, кстати, возникают определенные приметы, суеверия. Вот, скажем, даже соль, просыпать которую считается плохой приметой, на самом деле в свое время была очень дорогим продуктом, стоила больших денег, и поэтому, как вы понимаете, если какой-то член семьи такой дорогой продукт просыпал, портил, не очень хорошо это для него заканчивалось со стороны остальных членов семьи. Сейчас соль стоит копейки, но, тем не менее, вот эта традиция осталась. Мы не можем объяснить, почему, но считаем, что это плохая примета. Есть очень интересный пример в учебниках психологии, так называемые задачи или ситуации разделенной индейки. Если вы позволите, я бы хотела ее тоже сейчас рассказать. В этом примере приводится, значит, молодая семья американская, которые только что вступили в брак, и на первый в день благодарения супруга разделила индейку пополам и в таком виде приготовила и накрыла на стол. Супруга возник вопрос, почему ты ее разделил пополам? На что ему супруга отвечает? Ты знаешь, у меня мама так всегда делала, так лучше, так вкуснее. Ему показалось это недостаточным ответом, и он в следующий какой-то визит спросил у своей тещи, с чем это связано. Она сказала, я не могу объяснить, но вот у меня мама так всегда делала, так вкуснее, так лучше. Молодой человек не успокоился, доехал до бабушки и задал ей тот же вопрос, в чем секрет разделения индейки пополам. Это традиция семейная, почему вы так делаете? На что бабушка ответила, знаешь, у меня не было денег на большую кастрюлю, и, соответственно, индейка не помещалась в маленькую, мне приходилось ее делить пополам. То есть, посмотрите, причина была совершенно банальная, но со временем она забылась, и поколение, и дети, внуки, и правнуки, они считают, что нужно делить пополам. Я думаю, в данном случае, да, это тоже, в общем-то, пример. Традиции, увы, они очень крепки, сильны в нашей жизни, и, в общем-то, иногда мы не можем понять, да, почему мы поступаем таким образом, почему нужно идти работать по этой профессии, учиться по этой профессии, покупать те или иные товары, да, и, в общем-то, это вполне в основном безобидно, да, даже курьезно. Но это плохо, и, в общем-то, достойно порицания, если связано с такой ксенофобией, агрессией, да, и неоправданной совершенно, и, в общем-то, это то, с чем необходимо бороться. Очень интересное объяснение подобного явления. Большое спасибо за ответ, и мы продолжим чуть позже обсуждать другую тему, связанную с американским обществом. Спасибо. Динар Хамитовна, мы уже обсудили тему ношения оружия, истории процесса сегрегации американского общества, и сейчас хотелось бы коснуться вопроса американского менталитета. Начиная разговор о менталитете американского общества, хотелось бы начать с понятия, которое у всех на слуху, на слуху и является символом развития США, это американская мечта. Какой сегодня смысл заключен в этом словосочетании? Очень хороший вопрос. На мой взгляд, американская мечта — это такая идеология, в общем-то, очень схожая с коммунистической идеологией, да, она основана на безусловном подчинении, какой-то общей идеей, когда принцип жизни не в получении одномоментных каких-то благ от государства, а именно в интенсивном труде, в работе на себя и, соответственно, работе на благо всего государства. Давайте вспомним знаменитую речь Кеннеди, Джона Фитт Джеральда Кеннеди, «Ask not», да, то есть не спрашивай, что государство может дать тебе, страна может дать тебе, спроси, что ты можешь дать своей стране, своему государству. Соответственно, эта философия настроила американцев на то, что не стоит ожидать каких-то благ от государства, да, нужно работать интенсивно, если у тебя какие-то проблемы, это прежде всего твои проблемы. И, кстати, у нас наблюдается достаточно маленькое количество каких-то забастовок, манифестаций с требованием чего-то от государства. То есть американцы могут выйти на улицы, протестуя против какого-то шага, да, против какого-то политического деятеля, да, против какой-то агрессии в какую-то третью страну, но никогда не выйдут требуя деньги, да, они никогда не будут бастовать требуя повышения пособий, выплат, там, пенсии и так далее, в отличие от, кстати, тех же европейцев. Собственно, и вся американская мечта, идеология, да, она основана на каком-то самопожертвовании в определенном смысле, когда необходимо терпеть лишения, упорно трудиться, опять-таки, да, протестантская этика, и все свои усилия приложить для вот этой глобальной цели, для реализации глобальной цели строительства какого-то светлого, нового будущего, благо для себя и для своей страны. То есть если говорить об экономике американской, какие преимущества данная идеология дает? Безусловно, такая идеология позволяет Америке, Соединенным Штатам, достаточно легко проживать структурные кризисы, да, если в какой-то отрасли, в какой-то сфере начинаются массовые сокращения по какой-то причине, скажем, отрасль устаревает, да, или она не выдерживает конкуренцию, ухудшается конъюнктура, и американцы, они не выходят на улицу, протестуя, да, там, с требованиями государства куда-то их трудоустроить, да, или дать им денег, они быстро переобучаются, находят себя в каких-то сферах, да, скажем, великий американский город Детройт в свое время не выдержал, да, продукции, да, не выдержал конкуренции с азиатскими автомобилями, и, в общем-то, он опустел, да, но люди рассеялись, то есть быстро переобучились и нашли себе достойное применение, да, в каких-то других сферах. И, в общем-то, банкротство крупнейших компаний, которые периодически возникают, да, мы о них всех слышим, они не приводят к массовой безработице в долгосрочном перспективе, да, то есть люди быстро находят себе новое место. И это приводит к тому, что в целом американский рынок труда, он достаточно гибок. По статистике, американец меняет работу в среднем один раз в пять лет, да, и, в общем-то, он привык к тому, что нужно будет постоянно куда-то уходить, к чему-то обучаться, получать новые квалификации, да, и подстраиваться под требования рынка. Кажется, что модель американской мечты выглядит очень сильно, и вроде бы на первый взгляд все кажется достаточно хорошо. Равные возможности, успех тем, кто достоин, самореализация. Действительно ли это так? Есть ли какие-то вот подводные камни в этой диалоге? Конечно, камни есть. Действительно, мы все слышали, что США — это страна равных возможностей. Истоки успеха этого государства лежат в том, что всем желающим, которые спасались от преследования, по разным мотивам спасались от нищеты, была возможность приехать, реализовать себя, интенсивно работать, да, и достичь вот своей американской мечты через упорный труд и работу, да, и, соответственно, обеспечить процветание своей страны. Но идеология, как и любая идеология, основана на определенном количестве красивых мифов. Соответственно, американская мечта не является здесь исключением. Есть достоверные источники, которые свидетельствуют о том, что прибывшие на остров Элис первые эмигранты проходили не только санитарный контроль, но и интеллектуальное тестирование. Хотела бы показать книгу Джона Фиджеральда Кеннеди «Нации эмигрантов». И, соответственно, картинка, которая показывает, что не только санитарный контроль, который вполне объясним, поскольку нельзя было допустить проникновение определенных инфекций, вирусов, избежать эпидемии. Это объяснимо. Но было еще определенное такое тестирование, которое он назвал «Intelligence test», то есть тест на интеллект, который оценивал умственные способности потенциальных американцев. И, конечно, это тестирование никак не вяжется со свободной, открытой для всех страной, куда могли приехать все желающие. Я считаю, что этот миф не единственный, их действительно достаточно много. И это как-то объясняет наличие двойных стандартов, как во внутренней политике современной Соединенных Штатов, так и в ее внешней политике. Спасибо. Что ж, Дина Архамедовна, большое спасибо за такой интересный обзор, за глубокое и полноценное исследование тех вопросов и проблем, которые мы затронули в нашей программе. Я благодарю вас за ответ и большое спасибо, что... Спасибо, что пригласили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин